Добрый день, уважаемые учащиеся! Я рада вас приветствовать на уроке современного русского языка. Тема сегодняшнего урока – лексика с точки зрения активного и пассивного запаса. Словарный состав языка находится в постоянном движении. Появляются новые слова, выходят из употребления старые. Это длительный процесс, поэтому одновременно в лексике существуют две большие группы слов – активного и пассивного словарного запаса. Активный запас языка составляют привычные, повседневно употребляемые слова. Пассивный словарный запас – это слова, вышедшие из употребления, устаревшие, или новые, не успевшие войти в общественное употребление. Их называют неологизмами. Устаревшие слова – это слова, которые вышли из активного употребления. Их принято делить на историзмы и архаизмы. Историзмы – это устаревшие слова, которые обозначают исчезнувшие явления действительности. То есть исчезли явления, понятия, предметы, которые они обозначали. Соответственно, исчезло и слово. К историзмам нельзя найти синоним в современном русском языке. Архаизмы – это устаревшие слова, которые имеют синоним в современном русском языке. Сравните слова в двух колонках. В первой представлены историзмы. Например, царь, челобитчики, воевода, кольчуга, бурлак и другие. Эти слова исчезли, так как ушли в историю понятия, их обозначающие. Теперь обратите внимание на архаизмы. В скобках указаны современные синонимы этих устаревших слов. То есть понятия, которые они обозначают, существуют и по сей день. Но по разным историческим причинам слово поменялось. Среди историзмов можно выделить тематические группы. Например, название старинной одежды, название денежных единиц, титулов, должностных лиц, название оружий и административных названий. Ушли в прошлое вместе со словами такие понятия, как монархия, стрелец, гусляр, верста, городовой и тому подобное. Давайте рассмотрим несколько примеров историзмов с их значением. Боярин в Московской Руси – это крупный землевладелец, принадлежавший к высшему слою господствующего класса. Вече – в Древней Руси собрание горожан для решения общественных дел, а также место этого собрания. Светелка – небольшая комната, обычно в верхней части жилья. Челобитная – это в Древней Руси письменная просьба. Смерть – крестьянин-землевладелец. Кафтан – старинная мужская долгополая верхняя одежда. Теперь остановимся на архаизмов. Архаизмы, в отличие от историзмов, имеют современный синоним. Например, врачевать – синонимы лечить-исцелять, ведать – знать, осень – восемь, инок – монах, сей – этот, ночь – ночь. В языкознании выделяется несколько семантических групп архаизмов. Лексические, лексикофонетические, морфологические, лексикосемантические и лексикославообразовательные. Лексикосемантические архаизмы Лексико-фонетические архаизмы – это слова, у которых изменилось звуковое оформление. Зерцало – зеркало, иероизм – героизм, пашпорт – паспорт, штиль – стиль. Акцентологические архаизмы – это слова с устаревшим ударением, музыка, эпиграф. Словообразовательные архаизмы – это слова с устаревшими словообразовательными элементами, приставками, суффиксами. Рыбарь – рыбак, супротив – напротив, безлюдство – безлюдие. Морфологические архаизмы – это слова в устаревших грамматических формах. Например, «Чего тебе надобно, старче?» Здесь Пушкин использует звательный падеж. «И на покорную рояль властительно ложились руки». В начале XX века рояль был существителем женского рода. Несмотря на то, что архаизмы и историзмы не входят в наш активный словарный запас, значения многих из них нам понятны и знакомы из художественной литературы. Довольно часто можно встретить архаизмы во фразеологических оборотах, которые мы активно используем и по сей день. Например, «Беречка к зеницу ока», «Низги не видно», «На смертном одре», «Око за око» и так далее. Значения многих архаизмов нам известны из художественной литературы. О значении некоторых мы можем догадаться самостоятельно, исходя из контекста, структуры слова, используя однокоренные слова. Если же мы столкнулись с проблемой незнания лексического значения архаизма, на помощь нам придут словари устаревших слов. Вот вам еще несколько интересных примеров архаизмов. Проверьте себя, какие вам известны, а какие нет. Итак, сегодня на уроке, говоря об активном и пассивном запасе словарного языка, мы подробно с вами рассмотрели понятия историзма и архаизма. На следующем уроке мы с вами познакомимся с понятием неологизмы и с видами неологизмов. Теоретическая часть нашего урока подошла к концу, а вас ждут впереди упражнения и задания по теме. Желаю всем успехов! Спасибо за внимание!